Этнический казах Арман Наренбаев из Астраханской области погиб в войне в Украине, которую российские власти называют спецоперацией. Гибель солдата подтвердил губернатор области Игорь Бабушкин. Наренбаев воевал на Донбассе на стороне российских войск. Погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Наренбаев. Он избрал делом своей жизни служение Отечеству и пал в бою как герой. Это первая официальная информация о гибели солдата из Астраханской области, где проживают этнические казахи. Однако сообщают, что это не первая смерть. Новости о том, что приходят цинковые гробы с погибшими солдатами были еще вчера. Это были неофициальные новости, это было в районных чатах, это сообщали родственники, друзья. Пока у меня есть основания считать, что по крайней мере еще 6 солдат погибших привезли в Володарский район Астраханской области, соседний с Красноярским, откуда был Наренбаев. Не могу сказать про всех, но по крайней мере и в Красноярском районе, и в Володарском большинство составляют казахи. В Володарском это 70% населения, в Красноярском, по-моему, 47%. По данным журналиста, родственники нескольких солдат сначала говорили с ним, а потом перестали выходить на связь. Оказалось, местные жители боятся открыто говорить об участии солдат в войне, тем более об их гибели. Существует страх, что тех, кто выступает против российского правительства, могут посадить за государственную измену. По последней переписи населения, в 2010 году численность казахов в Астраханской области составляла более 150 тысяч человек. Доля казахов в населенных пунктах области достигает 50-70%. Один из местных жителей, с которым разговаривал Азатык, сообщил, что людей на войну толкает безысходность. Я слышал, что из нашего села отправились на войну 3-4 человека. И так в других селах. Всего в нашей области около 300 сел. Если считать, что по 3-4 человека из каждого села отправились, то там не менее 1000 человек есть. Они контрактники, не фанатики. Молодежь в отдаленных уголках России едва сводит концы с концами. Работы нет, а если есть, то там платят настолько мало, что семью не прокормить. Вот и едут на войну, чтобы заработать. Там и казахи, и русские, и чеченцы. Все страдают. На четвертый день атак на Украину российские власти признали, что тоже несут потери. Но сколько именно человек погибло, не сообщили. Есть информация, что в первый день войны Москва потеряла 450 военных. 28 февраля Киев сообщил о гибели 5300 российских солдат, но Москва эти данные не признала.